Уважаемые зрители, рады всех сердечно приветствовать Еще раз на нашей трансляции, заключительная ВО3 на этой линейке на сегодня Очередной матч на вылет Астралис против коллектива Комплексти Карта Оверпас первая, выбор Американской команды Ну и датчане, соответственно, будут начинать За сторону защиты Ваши комментаторы Акроха и Вульф Привет, Рома Всем привет Приветствую всех на таком Снухшибательном вечернем матче Ну, так сложилось То, что Комплексти у нас Ну, команда претендент на вылет Это еще ладно А вот Астралис Мы, я думаю, тут никак Не ожидали увидеть Но тем больше интересных и тегов И никнеймов под вечер Ну, посмотрим, кто турнир по итогу у нас покинет Ну и тем более Супер классный сторилайн На самом деле есть Не так давно они на онлайн турнире встречались И 2-1 там счет был То есть тут Как бы еще и намек на то Что может быть карту Комплексти у нас отожмут Блэймэф Беретки Ну, маловато будет Что называется Хотя, опять же, поддержки никакого там байта сетапа не было Был он в соло Попытался что-то Что-то накопать Больше одного фрага Но этого сделать не получилось Будут 4-ом выходить Комплексти на базу B Зипекс отворачивается от флешки Контролит себе лево Легкий первый пошел Тиммейт помог По второму залетело И все это большинство Вот Комплексти куда-то улетучилось Попыт последний Бомби Лечь, скорее всего, даже не идет Не дают ему это сделать Ставят точку конфиг И Астралис появились Так вот Не так давно был этот матч В общем-то я к чему веду Там даже карты те же самые были Только порядок другой То есть были Инферно Был Оверпасс И был Нюк Только единственное Что там сначала играли Оверпасс Точнее Инферно А потом Оверпасс А у нас здесь вот Сначала Оверпасс Потом Инферно Ну да Ну посмотрим Это все-таки все в онлайне Это такая история специфическая Да и сам турнир Рубит Кап Ну честно говоря Не знаю Ладно, без комментариев Это Плейн Кёльна Тут должно идти Скорее всего Слушай, мне нравятся эти Турнирные операторы Которые называют турниры Названием букмекера Ты как бы Ну как Не то, что должен Но так или иначе Ты все равно вспоминаешь На следующих турнирах Предыдущие турниры А типа Как ты зарекламить не хочешь И ну пытаешься Как-то Выкручиваться Наши хорошие друзья Это О, ромчик В землю Сама собой И 8 матчей Уже 9 матчей С учетом Сегодняшнего проигрыша Никого не обыгрывало Все равно Карты умудряются У Астралица Мать Посмотрим Посмотрим Приведет ли это К чему-то интересному Ну смотрите Две формилки Скаут Две эмки А с другой стороны Калаш Полностью Бай Укомплексить Укомплектованные Вооружены До зубов Шерстят Детскую площадку Одного Оставили кстати на музыке Интересная позиция такая То есть Обычно люркер Ну до монстра доходит Справа от монстра Где-то в районе стоит За катушкой Сидит под лестницей На решетках стоит Ну это потная позиция Это супер душный Душный воин Вообще душный Да То ли он Я не знаю Все демки Астралис просмотрел И такой Там сейчас сетап Будет они вдвоем Короче монстр будут Проползать И дойдут До спала Ну Может знаешь Понимание Плохой Ну не самой лучшей экономики По закупу Защиты То есть Защите нужно мувить Она в дефолт Мало вероятно Что будут просто играть И возможно Перестраховываются Типа вот Если пропушили бы Никого бы не увидели Пошли дальше А тут такой Душный тип Здорово Как бы Всем привет На такой вот Расчет так Ну тут смачок Приходится выходить Xepex оформляет Уже для себя Пятый фраг В рамках этой карты Дальше Xepex 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 Айяяй Не стал открываться Потом А может быть и зря Красным оставляет Фэнга Но это размен на пользу Комплексти Два красных Это калаши против фармилок Вот вам как бы Огневая мощь Да Есть два красных Но попробуй их еще выцепи Остались конечно мощные Фарлик И Блэймэв Блэймэв Машина Вот удастся ли ему Первую позицию вскрыть Достаточно непредсказуемо Неприятно ему приходилось Стрелять вниз Сразу не навелся Дальше не пошло Ну и фарлик Единственное Может пробачить Наверное за этой эмкой Сходить как-то Попытаться Выудить ее Если тут получится Был бавик Уже бы он был с фрагом Второго Тут сотый Не фарликан Не почувствовали По итогу в раунде остается Три битых Но так или иначе Все равно раунд забирают колы Вот и Пожалуйста И без денег Астралис моментально То есть Второй раунд взяли Но слишком Много девайсов потеряли Третий отдали И все И приехали Приехали на Эконом Ну не экономический Закуп Такой любопытненький Интересно С чем он связан Я теряюсь в догадках Что-то Глейв наколил Здесь Ага Подсадочку Сам себя Решил вывести На подсадку Сам себе Эту эмку Сейчас могут быть проблемы Максимально аккуратничают Хорош Молик на шарике Приходится этой подсадке разваливаться Напугали Ну Глейв то не уйдет А у него выходит клиент слева Клиент морга Окей Право заметил Хорошо Отмулился Классная флешка Опять же Будут смещать его позиции За счет молика Удастся уйти или нет Глейв с фрагом Вот это заколил капитан Вот это я понимаю Пять Посмотри И прощают дальше Ну вот как так Я не понимаю Казалось бы И Молик И все Ну как-то все равно Какой-то вот Викре Рассинхрон Ну Ой С иглы С иглы А потому что Чувак из команды Комплексти в соло Боролся с Глейвом Все это время Ну то есть Подойди ты к нему Помоги ты ему Вы вдвоем бы его точно закрыли А так он Сам себе Молик накидывал Сам отпикивал И так по итогу Как бы Глейв меня позицию Постоянно был В этом моменте прав Все проблемы Последний остается Джуниор С нехарактерным Для себя девайсом Знает о девятке Не знает о шарте Блейм ставит точку Подбежал Блейм Непонятно в каком направлении Вроде ничего там Сейвить ему не надо было 3-1 Раунд взяли Раунд отдали Колы Да Ну вот Смотри Раз Ну хотя Ну могли просто Как-то наверное Поаккуратней В плане там Стрейфо Больше Споди Это конечно Позиция была Несударная Ну ладно Уже с реплея Не так уж Не такой уж Рассинхрон смотрелся То есть Молик Но тут вот По одному Успевает Глэйву Бить Упасть Короче Грязь Грязь Да Это точно Ладно Пистолеты По итогу С пистолетами Вынуждены играть На скрипке Комплексити Имели Возможность Хорошего Старта На оверпассе В атаке На своей карте Но пока Это вся Возможность Покидает Их на Неопределенный Срок Ну и Собственно говоря Нас с вами Мы смотрим Пока что За доминацией Астралис Ну если После этого раунда Такого будет По идее К этому Потихоньку Хотел сказать Идет Но погодите Ка Погодите Ка Ага Ну фарлик Фарлик Ему здесь падать Нельзя Просто так Два красных Ну по идее Даже понимает Информация Об этом Должна быть Так Пока затишье У нас 3.73 На комплексе 1.26 На команду Астралис Коэффициент От наших друзей Джи Бета Баннере По трансляции Не забывайте Ловите бонус Одна из трех Ваших ставок Будет вам Возвращена Проигранных Я думаю Это шикарно Играйте вместе С Джи Джи Бет Ну а мы играем Вместе с комплексити Блин Я не знаю У них какой-то зуб Просто на Астралис Как сегодня Смотрелись Колы Вообще Никак Да В первом матче Как же сейчас Против Астралиса Не борются Ну уже и как бы В ситуации Такая Что с турнира Не очень хочется Вылетать А если вылететь Астралис Так вообще Будет сенсация Он нарезает Джипекс Ууу Нашинковал капусту Жестко Дигл Врубается Фэнк Один в один Не знает где Фарлик Фарлик Ой-ой-ой-ой Просто Два с половиной Километра В подзорную трубу Вычисляет Соперника Лас Лас-Алмаз Впереди Но тут молодой Красавчик Поспорят Да тут Старичок Красавчик Спасибо К Зипексу Спасибо Что живой Вообще Все очень плохо Складывалось Для Астралис В этом раунде Да Так Зипекс Вот он Повтор Вот смотри Раз Два Им казалось Был сейчас Размен будет А он Налево Просто Спрей Трансфер Легенда Ну а все равно Если бы Фарлик так не убил Не выставился В этой позиции То все бы усилия Зипекса были Просто зря Потому что мы уже Видели там Фарлика с Блеймом Клачей Ничего у них Тогда не получилось А вот Фарлик с Зипексом Это было круто Но это кстати Отмахнулись Всего лишь От пистолетного Раунда То есть Такие вот Проблемы создали Парни из Комплексити Хороша позиция Конфига Ну как Супер дефолт Но супер дефолт Который Там на Тир один уровни Уже забивают Просто банально чекать Потому что туда Никто не становится Если становится То какой-то сетап Еще кто-то с лестницы Сверху байтит И тогда Как-то чекают Да эту перекрестку Вот удалось сделать фраг И уйти без наказания Ой А это точно не чекается Это точно не чекается Под 90 Сказал я И чекнул джуниор Вот это поворот Ладно Вопросов нет Как такое предсказать Ну они типа Один Ну не знаю даже Один пушил коннектор Это опыт Я не знаю Это на опыте Да Такая вероятность была Это опыт Все-таки игроков Высокого тира Так или иначе Ой-ой-ой Флочечки Ой-ой-ой Флочечки там Невероятно Нарезаются Количество Но все равно Фарлик Умудился Фраг Как это произошло Не совсем понятно Это будет Джуниор И джейти Битый Последнее А причем Сами решили Открываться Там у них Глейб Ну Зипикс Не Ну там Батя Зипикс Вообще За всех Отрабатывает Старичок Пойдем На пикничок Могли Зарезать На самом-то Деле Идти Повезло Теканскому Капитану Команды Комплексити Вот так По киберспортивному Фейерплейна На самом-то Деле Его убили Ну Преображается Преображается Потихонечку Астралис 5-1 Мне нравится Как они действуют Не отсиживают Очень активный Оверпасс На самом-то Датский Исторический В принципе Дочекание Любителей И Мы помним Сколько побед Собирали Да Еще Легендарный Золотой Астралис В том числе На карте Оверпасс Ну Тут Видите Это Выбор Комплексити То есть Была История Победы Не так Давно Месяца Не прошло Такого Месяца Две Недели Прошло Решили Пикнуть Повторную Это Не значит Что Так Будет Всегда Супер Активность Опять же Зашкаливает Астралис Пропушили Мидл Надо там Девайсик Сохранить По-хорошему Не Утащили Фанас Ну да Фарлик Свапнул Надо уже Подчистую Взять Просто Вовремя Остановиться Вот Класс на 5 в 3 Все Отойдите Ох С ним С этим Там Кто там С Фамасом Даже 4 в 3 Когда были Просто Забейте Болт Большой 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 Болт Уйдите 2 в 2 По пунктам Там у чуваков Ну даже Если есть Арморы То второго Девайса Они так или иначе Не найдут То есть Ну Фейк Ган Фамас Плюс Какой-то Пистолет Че они вам Сделают Четверым Максимум Ну вы останетесь В клатче 2 в 2 Да Даже если Ваши опорники В каком-то Планете Провалятся А тут Тиммейт Прикрывает Вот это Поворот Глейв Со счета Слушай Глейв Сегодня Сжет Напалмом Просто Да блин Кзипик Сжет Напалмом Че происходит Вообще Старое звено Старый Астралис А то мы Как-то Привыкли Вот в этом Обновленном Составе Конечно привыкли У Блэмэфа Там сколько Объем Бицепса 30 сантиметров Да это еще Ладно У него рейтинг Объем рейтинга 1.22 У Рифера Ну это же вообще Ну это Запредельная Статистика Блэс и Глэм Такое себе Знаешь По окончанию Какого-нибудь Большого турнира Могут позволить Только великие Ну тут Окончание турнира Еще попробуй Дайди На самом-то Деле Да я не забуду Этот матч Где на мейджере Где 40 на вертигов Бил Блэмэф Все равно проиграли Астрали Не помню С кем это было Но он там тоже Не доиграл В некоторых моментах Несмотря на Это все Короче Так Ну тут уже просто Активность Ютилками На рожон Не лезут Но все еще На средней линии Обороны Напряжение Будут Пытаться создавать Видим на деревянной Длине у нас Парлик На банане Блэмэф Все еще От Такого Агрессивного Плейстайла Не отказ Душат Душат Да Комплексити Заставляют их Вообще просто Сомневаться Супер Сомневаться В себе Пушевых На лонг Посмотрели На спину Разошлись По таймингу Фарлигом Фарлик Да Какой же Идеальный Тайминг Вообще Он пропушил Ну никто Конечно И спины Не смотрел У комплексти Никто Не был Не отвечающий За это Не особо Чекали Ну уже Пять в три По итогу На зигзаге Находится Фэнк Распикивает Неудачно Может быть Что и поменялось Тут конечно Не чувствуют Длину Но должны Сейчас со временем Понимать Что такая вероятность Есть После того как Монстр Прочекают Бомба уже Устанавливается Ну что Два в пять Послан ситуация Подарок Вон в виде бомбы Антикомплексити Что неплохо На самом то деле В сложившихся Обстоятельствах Может быть Еще и Закопают парочку Девайсов У Астралис Тоже было бы неплохо На перспективу Аккуратные Казалось бы Проверки от Гоева Ну говорит Один банк Точно С банком справились Пройти на лонге Последний Слышит топ От подбегающего Центральная часть карты Видит тень Изи фраг Для него по первому Времени кстати Не так много Тут по хорошему Уже бы садиться Нужно диффузить Ой Может такое берется Нет Благо есть диффуз Пятый И да Это было На кто уненького Хотя пять в два Казалось бы Что могло пойти не так Не знаю Куда летит Просто фарлик Вот прям летит На эту длину Ну типа Опять же Астралис Сколько 7-1 у нас ведут Да Да Но их экономика Извините меня Ну типа Берут раут комплы И Все И руина И все Если без поцелевов Без ничего Там Не ну у двоих Там по четыре Но все равно При таком счете Деньги должны быть Лучше намного Типа Типа Если сейчас Пять в ноль Там Сумно сбриваются То до свидания Ну согласен Согласен Много Отдавали Необязательного Даже когда Раунды брались Моментики Именно с экономической Точкой Ну везде Идеально не сыграешь Тут хотя бы Астралис В общем-то По счету Иду Да Если так Будет продолжаться То никто не вспомнит Не о какой экономике Если первая половина Там 14-1 Закончится Вообще По барабану Всем будет Так что Пока Пока есть Калаш Еще даже Два Вражеских Руках Защиты Вообще Очень Ох Проверяет Атака Туалеты Тут Кзипикс Круг Святой Обрулил Через монстр Зашел На воду Говорит Под Б Стопудово Никого нет Ну кстати С монстра Не уходит Фарлик С авиком Интересно Может быть На люркера Его последним Оставят Ну к зипиксу Вообще не резон В принципе Открывать двери Тип коннектор Будет уже Ориентироваться На информации Конфига и Блейма Эта парочка Отвечает за туалеты И за дугу Флешка Супер Дефолтный Мув На самом-то деле К такому моменту Комплексти были готовы Ну теперь Отвиваться будут Один за зеленым Один под 90 Спина Ай Сработало Как не горит Блейм Блейм Ну вот И справились Наконец-то Комплексти Повылазили Откуда не просили Повсюду Австралис Ну там под флешку Выпад у нас Делали То конфиг Или то Не помню Но Там спиной Вроде Фэнк стоял Просто разворот Моментальный Вырубил Меракан Банане И хоть И были максимально Ну и читали Направление Астралис И были готовы Но вот Полезли сами В инициативку За что и Поплатились Рано или поздно Это должно было Случиться Ну Хотя бы Из приятного Фарлик У нас засейвил Авик Ну Как и говорилось Уже С экономической Точки зрения Нужно Задуматься Если Закупаться То каким Образом Может И даже Там Не могут Позволить Себе Два Авика Да Так и Происходит Два Авика Придумали Себе Один Саленсер И Главик Зиппиксон Ну да Пистолетики Гранатки Такие Вот Расклады Авик В руках Кстати У Плеймэфа И у Конфигра Вот так Видимо Респаун Был А Причем Два Авика На А Вот Это Да А Фарлик При этом Саленсером На Б Интересно Интересно Очень Тут Просто Может Это Даже Расчет Знаешь На Что Ну Они Знают Что Фарлик Снайпер Но У них Точно Инфы Что Авик Засейвил Нету А тут Прикинь Там Фарлик Как-то С рифлой Б Сыграл Ладно Это Если Бы Агрессия Как Была Это Неважно Бэф Плэнт В итоге Выпьет В любом Случае Качественно Казалось Бэкзипик Смоки Зарулил И Укрылся Ото Всех Ну Можно 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 Что Выкидывается Там Пока Бомба Тут Горизонт Уводит Прицелом Конфиг Вряд ли Кого-то Заметит Можно Сейвить На самом Подреле Смело Более Блейм Там На Экзит Фраги Потихонечку Выстраивается С дальней Дистанции Будет Тепленькими На монстре Принимать Может На шашлыч От кого-то Вообще Если дойдет До решеток Не пойдет Так Ну Тоже Немаловажно Засейвить Какие Две Винтовки Потому Что Пока Все Может Вырисовываться В очень Хорошую Половину Для комплекса Честно Говоря Поглядим Увидим Так ХЕ На Без Успеха Сим-3 Два Авика Подцепленных У остальных Эко С таким Вот Раскладом Астралис Находится В преддверии Раунда Под номером 11 Но все Еще Опасно Все еще Два Главных Плеймейкера Имеют В своих Руках Очень Серьезные Девайсы И Грустный Фарлик Без Снайперской Винтовки Игры Снайпер У тебя Два Авика В команде На руках И ни одного У тебя А ты Профильный Снайпер Да Но это Сбревает Потихонечку Так Ну что ЛМФ Ты где Родной Монстр Контач Ой Не 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 Ну Два Раунда Подряд Авики Просто Ничего Не делают Я понимаю Что у них Расчет Было Что в Прошлом Раунде На какие-то Средние Тайминги Вот Атаки Пуда В этом Раунде Начинал Больше С воды У нас Глэйм Возможные Запуски Выпады Прочее Возможно Бы С таймингом Он пошел бы В пропик Короткого Но По факту Два раза подряд На монстр Комплекте Без особого Труда Забирает Свою копилку Уже Четвертый Раунда Это уже Как бы Определенный Показатель Уже Такой Скажем Лузовый Минимум Я даже Не хочу Заглядывать Честно говоря В счет их Прошлой Игры Все же Сравнивать Онлайн С ланом Совершенно Разные Вещи Но Как бы Пока По увиденному Сегодня Комплексти В первой Игре И в этой Сравнивая То интервью Который Дал Кто там Я не помню Вандерфул Да По-моему Горел Что они Два дня Готовились К Комплексити Ну Как бы Я понимаю Что без труда И комплексити Не обыграешь То есть Могут В принципе Астралис Иметь проблемы Уже даже На этой карте Может быть Не в целом По Бо-3 Но Я бы не говорил Что команда Прям мертвая Комплексити Они тоже Непростые На самом-то деле И могут И хорошо Сейчас первую половину Сыграть И в целом Моверпасс Очередной раз В Астралис Забрать Бог его знает Пока смотрим Очередной Девайс На раунд Удачан Вейк На фарме Суперактивно Мидал У нас Не отыгрывает В этом раунде Астралис Фарлик Так Подконтраливает Из района Туалетов Под собственный Смачок Происходящее На миду Передает информацию Что суперактивности Там нет Че Типекс Прострел И фарлигу Кстати досталось О Фенгу Господи Досталось Вообще Он даже Не первым Там стоял Окей Через монстр Не пойдут Обруливают По воде Глейф Чисто на чек Уйдет Сразу же После первого Визуального Контакта Когда добудет Его Расходится По таймингу С GT Тут не тряется Дальше Через шорт Готовится Страшное Заход до контакта GT Так как Грит Так как бы Меня вообще Никто не смотрит Замечает Первого Выходит на Глейф Перестреливает Ого Кзипекс В ответе По первому По второму Отличный На самом деле Размер Ну слушай Кзипекс Сегодня Да вообще Ну типа Стена Второй Триплкил Для него Стена На монстре Так это Квадр Квадр Даже Он же еще Прострелил Фенга Первого Просто Это Знаешь Вот Типа Ситуация Ты приходишь Домой Открываешь Ключом Железную Дверь А там Кирпичная Стена Ну да Высоватая В очках Такая Ты такой В смысле Я же домой Ну я к тому Что комплексти Как бы Пикали Да Аверпасс Выигрывали Прошлый Аверпасс В Астралис Важный Важный Раунд Своему коллективу Приносит Кзипекс Ничего не скажешь Посмотрим Еще раз Как это было Это было Красиво Сюда Была Фрага Ну а тут уже Рабочий 8-4 Все еще есть Финансы Ну Чатерим Пишут Монстр на монстр По факту По факту Да Не поспоришь Монстр на монстре Так Ну что 8-4 Смотрим Осталось Тут буквально Всего ничего Три раунда Прошлый раз За атаку Комплексти 6 взяли Правда Это были Остаточные Раунды Второй половины Потому что Начинали они Первые Защиты Подожди Это получается Что Астралис В прошлый раз Пикали Оверпас И как-то По сторонам Нет Это комплексы Пикали А нет Подожди Это Это Астралис В прошлый раз Оверпас Пикали Прикинь Оверпас Да Ну Видимо Комплы Выиграли Да И понравилось А давайте Ка Но Астралис Тоже Приколист Они В прошлый раз Выиграли Пик Комплексти Инферно И в этот раз А давайте Ка Достойные Друг друга Парни Конечно Ну удобно Просто и тем И другим Эту карту И другую Играть Так 5 в 3 У нас Выход на базу Кзипикса К сожалению Для Астралис Уже нет На этой точке Монстр на монстре Не встретил Там-то деле Тут Как бы Знаешь Что много денег На концовку Плюс калаш На руках Да и Дистанцирование Достаточно Велико Вот Вместо Активного Развития События Я имею в виду Что два игрока Ну один на лонге Один на Ну кто ж пойдет Против четверых Тут Сейвом пахнет Пятым раундом Для комплексти Надо было Задуматься Уже Не Как бы Много Пока Комплексти Делать все правильно Они не ходят Просто на того Кто Бьет на Этой карте Нереальный Рейтинг На апплинте Просто не ходит В мэф Да Там Когда был Плохой байк Там Фейлы были И так далее Но все Что касается Таких моментов На б На б На б Вспоминая Сегодня Упорных Тайлу Которые Ходили Раз за разом На зайву На верпассе На Ага Вот Не отсиживаться Не ходите На Я приду К вам Ну не получилось Даже флешка Не сработала Три Строился 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 с тиммейтом Вдвоем И буду До конца Оборонять Эту позицию Плопи Все это дело Кстати Видел Но дальше Не пошел Ох Развали Симус Происходит Комплекс Палок Пушить Что-то То есть Не кажется ли Что Резоннее Было бы Сыграть По-разному Да То есть Понятно Что оно Идет Поначалу Но Соперник К тебе Тоже Привыкает За 8 За 9 Сыгранных Раундов И начинает Уже Как-то Чисто Изначально Контрить То есть Не стоило Для Астралис Перестроиться В какую-то Глубокую Оборону С минимальными Выдергиваниями Именно Иногда Там На прочек Да Где-то Кого-то Типа По дефолту Вышли Мид Посмотрели Отошли Там Пикнули Болото Там Отошли Да Понимаю О чем По-разному Бывает Бывает И вот так Бывает И вот так А бывает И усугубить Можно Можно Просто Почти до конца Ну тут Уже Такой Некий Улынчик Скажем так Что ж 5 в 3 Организовываю Себе Астралис Забираю Тут Хорошие Девайсы Ну что Все еще Опасно Тут троица Так Ну есть Контакта Глэйва Ну Глэйв Сегодня Тоже Потеет Не читается Конфиг И свои 2 фрага Копилку Также получает Ну 9-6 Честно говоря Я думаю Это не то вообще На что Могли И хотели бы Претендовать Астралис На оверпайсе Согласен Согласен То есть В принципе Результат Такой наверное Их вряд ли Устраивает Но опять же Впереди первая половина Как мы выяснили Да Что карта Скорее всего Удобна и тем и другим Поэтому здесь Торна не особо Будет решать Просто Просто посмотрим Чем это все дело Закончится Пока напомню Что В Украине Продолжается Майна Уже 131 день Полномасштабного Вторжения Российской Федерации В Украину Мейнкасс Совместно с Украинским сервисом Донателло Организовывает Корс Риэц С мирным жителем Пострадавшим Вот этой ужасной войны И вооруженным силам Украины Баннер есть По трансляции Никаких комиссий Любая помощь Приветствуется Мы упадем на паузу И через 2 минуты Будем наслаждаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 вместе аккуратно каждый пиксель на базе b проверяя заходят на эту точку ставят бомбу ну и в принципе гэмблит гэмблит комплексти собрались на точке а будь эта точка отбивались бы нет будем цель а в любом случае есть что сэйвить с этим всем можно что-то придумать лучше чем с гаунью спамя отыгрывать потом классическое грамотное действие в командном counter-strike подобной ситуации а дальше будет вид так что у нас поиска и придут все нормально там в поиске потихоньку идет у него маг парнить можно позволить данный мог себе в принципе ну кому кому а такому капитану мозг куда стали сейчас посмотрим ну покажите до плюс бабки и дигал допиши сюда на такое себе приключение 2 20 засевили у комплекте пока что пока что он конечно сложно в этом моменте придется еще один такой полу полу раунд сыграть с полумерами ну посмотрим идея какая-то нужна не знаю или опять же в затяжку времени сыграть или где-то что-то придумать втроем выходят на миддл и твером выходят на миддл и 1 лет на базу б прикольно посмотрим что это будет коннектор спускается два на шарах и один в туалетах уже выкидывают флопе с коном оликом зачекали услышали кстати что там фармилка с другой стороны мима говорит еще давайте там есть глэй который уже 150 работает подвале задушили задушили его но это плюс инфа плюс пустой бы план ни на что критически это не влияет ху-ху-ху каким симпатичным образом забрали плей мэфа да ладно да ладно фарлик ты серьезно у тебя был галил у тебя была дистанция побоялся соперников ну решил более дисциплинированно сыграть закрыл смоком ну под патик зипекс чтобы вы без него делали 19 на 10 старый конь борозды не портит еще накаляет 3 понимает что очень серьезно его набило времени на релот нет тем не менее дисциплине отыгрывает по пикселю вычисляет уходит срезает угол добивает с юс поэту жену идеальный убийца просто на не так а знаешь шутки шутками а реально без где пикса в рамках этого верфиса чтобы вы страли сделали ну он уже потащил невыменяемое количество раунда ну читаешь точно прям вот на памяти всплывают в том числе и этот ну вот есть фарлига выключили ну что это такое типа чувак откидывает смог я понимаю под ну типа под себя и до развеивания хочет пикнуть кон но у тебя анимация не прошла еще пушка даже не выхватилась и грубо говоря просто подставляешь башку под выходящего чела ну правильно я рассуждаю или нет куда то есть он кинул смог с правой кнопки и сразу же пикнул без анимации выхваченного галила вроде как так и произошло по первое впечатление хороший очень entry от племифа показки ему прилетела но этого недостаточно снимаем ну это извините уж избытки файта а к против мки 54 но красным лэмпом флешка на ноздрю кого не замечают на гриле не стали дальше выходить все еще контроль карты стремятся сделать устрасть проглые замечательную плюс инфа авик на центре а вот по этой инфе чего монстр то не выходим за чай ну не готова была все вещь пока она смог перестроили еще и дамажины это как бы хочется наверняка зайти под гранаты в принципе раскидочка неплохая под флешкой убрали стыковые позиции молик на граффити не выйдет по крайней мере ближайшие восемь секунд игрок защиты прогрима забыли девятка вы же на 9 вел какой они они потеряли тайминг выхода ради вот такого смока в девятку мама дорогая на коленке уже этот смог ты же видел там типа решение было принято они поняли как нельзя так нельзя так важнейший смог либо уже ну окей давайте дымплент не подставляйтесь но должен же был тоже понимать попал не попал этот дым ну раунд а кстати важный был обратить внимание уже потеряли экономику да сделали сейчас ставку на раскидку есть калашу конфига остальные с пистолетами даже глок у нас на фарлига надо что-то здесь а к флопе вообще ему рассказали к этому экономика чего они в упоре то стоят монстр если играют против скользкого бая скорее всего там таки могут быть там даже если деглы посмотрим то есть банально две флешки направо дает атака оба игрока за ну хотя бы один первый без глаз во пожалуйста до свидания размен будет благо смог от защиты как вовремя прилетел слушай остальные просто банально не видели но тем не менее все равно можно врываться пистолет и не жалко делают это грим на токсике все выдерживают паузу астралис уходят назад время еще позволяет 57 секунд размен девайсами на точку а у нас возвращается джуниор со снайперской винтовки кстати это подарок на самом-то деле если в момент захода астралис там будет только джуниор то против авика раскачать прицел ну сладко сладко по крайней мере дойти до установки бомбы можно ставили что интересно у нас к зипик со скалашом на монстре будет к нему возвращаться по идее получил я так понял блэмф здесь на живца они что с бомба все таки на бэй будут выходить ну девятнадцать секунд получается да получается да блэйм чисто варда сыграет так вот он конечно шифтом идет подавик изи а никто не успевает даже банально дернуться в базы б да не ну это вообще что это времени мало ром было посмотри час на таймере 8 секунд будь у них счет да так я понимаю такая защита такое решение было и принимать я не понял просто но это переколил или что их смутило почему было сразу типа как будто кто переколил знаешь такое ощущение может быть ну хитро пытались прикольно самом деле но видишь не срослось так окей 12 8 4 раунда разницы осталось лексте два раунда уже набирают защите ну пока что микро стартик конечно но уже хотя бы что-то ну вода занимается в очередной раз успешно без особых препятствий даже без информации если я не ошибаюсь хороший повод каких-то резких раундов под б и прочего прочего кстати ну комплексе в целом тут угадывают в этом раунде в проем со старта на пункте играет ну и просто на обновление смачков на монстр что там еще есть у кого одни у флоппи у фанга нет но им сапплантацию по всему обновят да уже пошел джуниор на этот самый смачок 50 секунд смог ну будут ждать где-то в районе 30 придется заходить в принципе времени нормально если все вместе сейчас главное никаких гранат не тратит ну либо удивлять опять же прорвать здесь как в прошлый раз если подозревают даст два справа сетап то флешки направо были бы неплохие фанга выключили пошел заход дальнего заметили растерялся немного как зипекс в этом моменте флоппи отстреливает еще ну и конфиг с парлигом приходит два минуса наворачивают знают о том что надо закрыть здесь монстр до конца размены которые астралис ни в коем случае не устраивали ну вот одного человека им буквально не хватило разменяйся 2 в 2 а не 3 в 2 на монстре в плюс 1 возможно в этом раунде бы что-то получилось но так комплексе его все же забрали даже без установленной бомбы обошлись астралис усенья в телеграме читаю грим после поражения от слова грима да 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 союз юмористов сейчас в каждой игре мы чувствуем давление того что нужно выиграть хотя бы одну игру сложно проигрывать так много матчей при этом атмосфера в команде достаточно расслабленные игроки комплексити шутят после поражения чтобы не чтобы их было проще принять ну ты знаешь собрались две команды и чисто соревнуются за то кто больше давление испытывает и одни и другие соревнуются конкурс давлению чё давление больше такое знаешь как он престарелых у кого давление выше конкурс до сей сели в кружочек и меряют давление похоже на ту историю ну реально астралис там не то чтобы в преддисбатном состоянии но замены не за горами вообще спокойно комплексе та же история плюс лустрик ну кстати астралис читал где-то в разных источниках англоязычных коллег что многие сватают первым зипикса и глэйва на уход из астралис ты вот как к этому моменту относишься такое ну типа я ну типа убирать опытное звено оставлять молодежь и кого ты к нему будешь прибавлять оставлять керрига на и планируешь или кого-то это только знаешь если там типа глэйв сам все люди устали просто и вообще напрягая слушай а как тебе прикол типа берут зипикс и глэйв такие и перемешиваются с комплексити помнишь мы капитана сватали ну едут в америку играть банально в американский коллектив допустим и глэйв вместо жить и о или вообще такое не сильно в эту историю верится ладно а у нас какая история номер пассе на c10 уже подбираются компли все ближе и ближе но это знаешь либо компли подбирается будем поставили сами потихоньку с этой горы скатываются к ним вопрос интерпретации пока дефолт длины парочка уже твоих комплекс прочистает душевые 2d там организовываются по всему так медленный коннектор пока не занимался от него здесь можно отыгрывать два минуса в ряд ленту на страли слышит опыт ну такого бравого парня глэйв конечно же закрывает бомба там вот проблема как с коннектором решить они там они там четвером просто посмотри что делают сейчас побежали о бомба пошли все в коннектор о не давай все назад а тут уже конфиг готов просто врезаться спину ну и время тикает ну знаю тут если конфиг не ошибется это похороночка для комплексти должна быть первый второй хорошо ну уже неплохо дефолтная бомба окей защита обездвижно по факту была этой позиции конфига еще хаешка залетает на банк застопорила она немного блэйм и машины придется уйти после этого молика флешка не отпустили один в один размену все блэйм теперь конечно такое обязан до танцевать флешка есть не на руках под последний пик последней надежды а у игрока то защиты нет смока банально у как придумал блэйм больно ой жестко жестко уверенно до 13 9 смотри еще какие слухи нарыл и г хотят минусануть стюи и раша и взять себе либо милана либо хукси иглом и вальда ну звучит ли вопытно а это правда я тоже видел то что там стюи что написал ну типа эх вы там все такие злые плохие пошли вы все не знаю я не видел да мне не нравится такие истории когда начинается вот эту соберите очную ставку двойное интервью это рассказывает также как и вот это вот бума чем его он это вообще забейте посмотрел я такое мне повеяло я не знаю началом двухтысячных история да я даже не стал смотреть и первые две минуты смотрел нас проблем тут кстати у эксити комплексити комплексити допрыгались на базе б десантника забрали джуниор последний говорит пацаны как так то как так то важный такой раунд и так в салатину как хотели под рассеивание монстр аля удивить а там ляпс и 3 а то даже 4 до игрока было с упором на б-плент стартовали астралис и были только рады это его движухи под рассеивание смока 14 10 тут уже и минус деньги намечаются в комплексе дай близки провалу парнем что провалу буквально на волоске висят и как бы 6 раундов в атаке не как оказалось за не говорят о том что можно легко выигрывать вторую сторону сторону защиты в целом эту карту аверпаспорт ближе к тому что все-таки свой выбор придется отдать но на самом деле по поводу карты инферно я еще на и времена джуниоров триумф там и грима того же самого и gt в экстра солт и до этого и тк как бы все эти молодые дарования ну во всех своих командах карту инферно играли играли достаточно неплохом уровне поэтому я еще раз убираюсь мысли что карта удобно как аверпас так и инферно как астралис так и комплексе поэтому тут может комплекте отдать свой выбор оверпас да и забрать свободно карту инферно мы увидим карту третью нюк уже на самом деле не подла подожди а нюк 3 по моему нюк 3 да мне просто показалось донюк 3 не 2 астрали спина нюк 2 подожди а нюк 2 да 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 это инферно 3 да ну вы без разницы просто я опять час флешбеки поймал джуниор и триумф нюк играли экстрасол вот экстрасол кстати не помню приумфы точно играли то есть гримы они уже в этом составе просто нюк играют и играют ну как ненормально плотно плотно ну плотно да ох увидим я уж но по эту флешку запускают глэйва и плохо все сейчас будет джуниору но нет не стали выходить вторым темпом зигзаг запустили что-то такое пока происходит ой клэйв лавика век услышал нет нет джуниру забирает 33 а боба в коротком при том что конфиг xx проходит по банану тут gt вообще с юспом я не знаю ну в роли кого вот он здесь тораж охраняет кукурузу с дробашом заряженным солью не пошло конечно таким девайсом но чисто на инфу сыграл окей какой-то дэмэдж там минимальный внес тем не менее два девайса тащить просто на убой не очень хочется комплексти да придется отдать 15 но ничего не попишешь такова вот игра на данный момент и как бы джуниор там неплохо себя не проявил на базе б но обрулили астрали все эти проблемки и максимально уверенно вышли на точку а да ну чтож поздравляем с 15 монстралис все-таки в какой-то момент ну во первых не самая уверенная первая половина откровенно говоря некая уже опасность в этом камбэке по счету от комплексите казалось бы что вот на носу заливо но переломили переломили на клатч от было мэфа и прочее прочности также отмечаем который раз игру к зипикса до 15 10 дотащить там кстати закапывают потихонечку аутсайдер сбегов на втором дасте это вторая карта и по идее 2-0 все закончится 15 9 черт ну где героически пытаются компетчить конечно и это последний кстати матч на основной трансляции так что вот интересное расписание как-то они так решили не параллельно все сделать и не развести то есть первая трансляция быстрее всех заканчивает мы так чуточку попозже и третий стрим еще позже в принципе если у нас перемене эксперименте ну прикольно прикольно это ваш раньше типа идет одновременно три матча ты смотришь там пистолет как разрываешься там пауза тут пауза так у нас пауза там парни играют них пауза мы играем выход через моли конфиг показал кто здесь батя удивляет жить и тот к такому абсолютно не был готов последний остается джуниор дело сделано 1610 поздравляем команду астрали с тем что в принципе отомстили за оверпасс буквально двухнедельной давности на онлайн турнире который был проигран команде комплексти уверенно то есть отдали комплом 6 в атаке 4 в защите хороший хороший результат посмотрим что будет на карте нюк уже на их выборе пока что мы с романом уходим на где-то 15 минутную паузу тут они достаточно внушительные но я вас отправлю тебя на основном процесс пока досматривайте